Продолжение следует... 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 Они выкладывали на сайте, на платформе, это тоже был результат створения, где можно вольно зайти будь-який выкладатель, взять материалы лекционные, лабораторные, практичные, литература. Так же и студенты працют за этими курсами. Еще очень позитивным в международных проектах является то, что выкладатели и участники проекта, так же и студенты, они увеличивают свою профессиональную деятельность и свою профессиональную компетентность через участие в різноманітных встречах и воркшопах. Так, например, наши коллеги брали участь у воркшопах за кордоном. Это был Рим, Каунас и были несколько воркшопов, которые проходили в Украине. В других странах-квартирах это Киев, Харьков, Львів, Вінница и в Херсоне также были. За час участия в воркшопах, выкладатели получают в своем профессиональном арсенале инновационные подходы, инновационные методики. Они получаются и получают контакты с выкладчиками, которые занимаются такой же проблемой. И все эти поездки, рабочие поездки, организационные, они все безкоштовные для участников проекта. То есть, выкладатель не получает деньги за переговоры в этой стране, не за перелиз. Все это оплачивает проект, конкретно для этого цель. Это деньги для участников проекта. То есть, проект, который мы сейчас с вами рассмотрим, это проект «Напрямо разбудования потенциала обеспечения обеспечения обеспечения». Вот он завершается. То есть, вы видите, принимать участие в проекте можно. Мы являемся примером того, что этот проект может быть. Он стесненный, он может быть реализованный у нас в Херсонском государственном университете. И детально мы соплинимемся, и далее поговорим про именно такий напрям hyper derivative программы Erasmus. Как создать потенциалы высшую осв standpoint. Значит, основная мета таких проектах это модернизация доступности и интернационализация высшего its encompassed creators. Краины-партнеры это страны, которые, на жаль, не входят в Европейский Союз, так же, как икра, но имеют п step birth. потенциал и в співпрации с странами Европейского Союза они получают позитивный опыт, позитивное впроведение каких-то инвестиционных своих идей. Какие ключевые направления таких проектов? Это модернизация научных программ, так же как МАСТИ, это искренний приказ того, что была модернизирована научная программа. Это удосконаление систем управления вузами. Это изменение связей между закладом вищеводзвіти и общественным. Мы, более детально, сейчас с вами поговорим про это. Тривальность проекта – это два года и больше. И грант, вы видите, сумма гранту варяется от минимума до максимума. Все это зависит от того бюджета, который закладывается участниками проекта. Партнерство в таких проектах, их может быть несколько. Заражают быть национальные проекты и многонациональные. Национальные проекты, они сосредоточены на одном участнику партнера. Вот, например, мы возьмем Украину. То есть, если это национальный проект, то у нас вузы из Украины, их должно быть минимум три. И они должны реализовать национальные приоритеты развития. О них мы тоже с вами поговорим. И співпрация с странами ЕС. Это мае быть обовязково минимум две страны ЕС, и две разные проекты ЕС, от которых тоже мае быть минимум один заклад ВИИ. То есть в сумме это может быть три страны и шесть закладов ВИИ. Но это минимальные вимоги. Минимальные вимоги. Чем больше, тем лучше. Тим паче, что из Украины, кроме закладов ВИИ, обовязково может быть участником Министерства освяти и науки проекта. Если мы говорим о ВИИ. Но единственное, что стоит поддерживать, это обовязковый баланс. То есть, если из Украины у нас три общей навчанной заходы, або больше пять, то такая самая культина мае быть из стран ЕС. Это обовязковая умова, на которую обовязково обратится внимание. Если мы говорим о многонациональном направлении, то есть у нас участники, партнеры, это не только Украина, это и другие, такие самые как Украина, которые находятся в Кабдонии, из разных регионов в Кабдонии. Но здесь украина, еще одна страна, партнеры, и из каждой этих стран по два закладов ВИИ. Две страны члены программы, члены ЕС, и минимум два заклада ВИИ из каждой из страны. В сумме мы имеем четыре страны, и из каждой по два закладов ВИИ, это 8 закладов ВИИ. Это минимальное партнерство для реализации таких проектов. Тобто, если вас зацикавят те приоритеты, и они будут совпадать с вашими идеями, с вашими направлениями деятельности, то вы уже маете подумать про то, что кроме нашего Херсонского государственного университета, таковы проекты мают быть еще схожие за направлением деятельности ВИИ ВИИ. И уже на этом этапе варто сформулировать свою идею, свою думку, свои очікувания результаты, чтобы запросить до співпраци иноземцев. А иноземцы, они очень активно откликаются на запиши. Варто ли еще гарно сформулировать идею, они даже не могут ее трансформировать в виду изменения, но она должна быть, и на это варто обратить внимание, что кроме нас там должно быть еще много участников. Яки основные приоритеты национальных и региональных, в которых мы можем приймать непосредственно участие? Значит, существует несколько категорий проектов. Первая категория – это разработка навчальных планов и освещенных программ. Один нам належит мультидисциплинарность и міждисциплинарность. Тобто, если вы поиграете в какой-то навчальной программе или в навчальном курсе, міждисциплинарные связки интегруете максимально те, что будет кориснее для достижения и реализации профессиональной компетентности и так далее. Это могут быть новые инструменты навчания, методологии, подходы, разнообразные для освятия и включение с использованием ИКТ. Тобто, связок с ИКТ, какие-то новые возможности, виртуальные классы и так далее. Это может быть реформа освещенных программ, например, компетентность на педагог, зарабатывание кредитов, додаток до реклама и так далее. Но, пожалуйста, в этой категории, в первой категории для Украины приоритетными напрямками на сегодняшний номер, есть такие освещенные деятельности, которые могут подаваться и которые будут поддерживать. Если мы возьмем какие-то другие, то для них не будет даваться приоритет и не будет, возможно, даже обратиться внимание на такие проекты. Поэтому вы можете посмотреть, если вы входите в этот релик, то варто попробовать реализовать тот проект или ту идею, которая у вас, возможно, с угодом появится. Наступная категория, другая, это у нас досконаление менеджмента для управления закладов ВИС. До основных ключевых направлений, сюда наложить интернационализация закладов ВИС, реализирование, статистическое планирование и менеджмент, процессы и механизмы безопасности в разных сегментах закладов ВИС, ровно правильность, демократизация и доступ к ВИС. Ци проекти могут быть инициированы как отдельными капельными факультетами, так и университетом. И тогда это будет внутренне университетская ступорация разных науколков, разных капель. Теперь расскажу вам немного детально, что приоритеты, вы понимаете, есть. В них вы обратите внимание, выбирайте то, какие вам подходят. Мы совсем немного без деталей расскажем вам про то, что взагал наповнювать эту проектную пропозицию. Потому что кроме того, что вы выбрали полиэнтез, промолювали идею, это все обязательно нужно описать английский язык. И это очень сложный процесс. Процесс сложный в чем? Потому что там очень много деталей, очень много умов и это требует от вас такой мастерности, чтобы свою идею вы понимали формы, но логичные выкладывали для себя в первую очередь, для своих партнеров и для тех экспертов, которые будут оценивать вашу проектную пропозицию. Что описывает проектная группа, которая занимается этим проектом? Это обязательно такая часть, как релевантность проекта. И вы видите, там мы коротко взяли просто заявки, какие это волокли, какую информацию там требуем виски. Перше, что вы обовязково розповедаете и конкретизируете, грунтовываете, чому консорциум сделать этот проект, для чего он, на какой основе, почему именно эта проблема для вас и ваших партнеров. Следующая цель и задания, сформулированные ваши, основная мета, задания, которые для вас оценивают. Европейская додана на большинство. То есть, что вы берете с собой в партнеров саме цих иноземцев, которые вам дают результат, в чём их перевага среди других. И тут очень хорошо, нужно это показать, международное совместительство, как среди государства, например, если это национальный проект, как происходит это совместительство, на какой основе, для чего, с какой методой. Какие дизайну проекта и его впроведение. Это все здесь написано. Единственное, на что хочу сосредоточить вашу увагу, это ловико-структурная матрица, рабочие планы, рабочие пакеты. Воно пока не понимает, может быть, в большинстве. Кто не видит наполнение того, что это понимает. Но это единственное, что это очень сложно. А еще сложнее, из-за того, что пишется английский язык, иноземный язык. Для кого-то. И иноземные проблемы. Единственное, что... Воно сложно сформулировано, воно сложно понимается, и очень сложно на первом поле, но, когда начинаешь запомнивать, то нам много все простейше сдаётся. И когда начинаешь работать, то не таке воно уже склонное. То есть, вы из разных сторон вы относите свою идею, и тот шлях, который помогает вам достигнуть таких результатов. И обвините, почему именно так, таки направления, и такие заходы, и так далее. То есть, в этом ничего сложного нет. Больше детально, мы готовы в будь-який час, наш офис, наши коллеги, фахивцы, вам помогли разобраться с этим всем. Поэтому, если вам страшно або что-то не понятно, не лякайтесь, мы объяснимо более детально. Единое, когда вы зорієнтуетесь напрямую. Когда вы зорієнтуетесь напрямую с идеей, тогда нам будет легче побудовать этот процесс. Далее мы продолжаем теж по заявке, «Якість проектной команды и домовленности про спецпрацию». Это описывается в этой части передумов и партнерства, на которой основы происходит домовленность про спецпрацию, организация, леяльность и так далее. Наступная часть это «Плик и стильность», то есть очевидный клик проекту. Это может быть региональный, национальный, междунациональный. То есть, насколько результаты, которые будут действовать, они будут продолжены даже по завершению проекта. Стратегия обширения и эксплуатации, какими засобами, технологиями будет обширена информация про проекты, для чего и так далее. И старый развитие это взаимозвязание или спецпрация с закладами, например, працедавцами, або общественными организациями, або, например, Министерством освіти и так далее. В самих завершениях там есть вот такие таблички. И от того, как вы напрямь обрали, у нас ориентированы два направления. Например, мы обрали напрямь «Розробка навчальних программ». Вы можете полностью разработать навчальні программы. Вы можете в навчальні программе показать и разработать новые курсы, которые уже исчезлили навчальню программу. То есть новые курсы, которые вы разработаете вместе с вашими партнерами. И тут более детально расписаны от тихой информации, которую вы имеете по дату. То есть и уровень освіти, который будет, и гравитация в этом направлении, какие это новые курсы, сколько годин, какие выкладки и количество этих выкладчиков, которые могут обеспечить эти навчальные новые курсы. Кроме новых курсов, это может быть модернизация и удовлетворение уже существующих курсов, но на основе какого-то подхода или инновационных способов и так далее. Если мы возьмем такой направлении как модернизация управления менеджером и функционированием высших навчанных закладов, то тут мы можем говорить о том, что мы модернизируем каких-то из основных сервисов или центр в университете для освещенных потреб студентов, или административных участников процессов. Это может быть новостворенный центр, который помогает решить вопросы и так далее. И вот эти основные ключевые вопросы, на которые нужно обратить внимание, в заявке которые нужно раскрыть. это мы закончили с вами и поговорили про разбудование потенциала высшего освещения. Это сложные проекты. И они не один месяц и на полгода. Я еще раз оголошу, что конкурс оголошуется в желтый, а они где-то в сечение месяца. 27 месяца они принимаются. То есть уже сейчас, кто нашел приоритетный направление, что можно попробовать, то уже сейчас стоит начать эту работу. Потому что пакет документов большой. Проектная заявка величезная. И здесь нужно все это придумать. И это лишь часть этой проектной заявки, что стоит значить. И другой направл ключевый, который не более слабый, но который способен для увеличения квалификации, увеличения компетентности и налаживания своих праций между висшими навчальными заказами. Видами деятельности, которые поддерживают это может быть обмен студентами по обмен студентами с метою стажирования, обмен прац с метою стажирования и повышения квалификации. но есть конкретные межи периодов, которые должны реализовать это навчание, выкладывание, то есть минимум и максимум. Вы можете это все увидеть. Единое, что это не односторонный пункт. Это не значит, что мы нашли партнера и мы отправляем наших студентов, наших сотрудников и на этом это закончилось. Инозенцы против этого. Они не поддерживают такой обмен. Они говорят, что это обмен, он должен быть двосторонным. Если вы отправляете своих студентов, пожалуйста, принимайте наших студентов или наших студентов, потому что они не заинтересованы, просто принимают чтобы быть сторонним. Они тоже хотят отправлять и хотят получать какую-то взаимодействию с тем закладом, с которым они сподпрацуют. Это может быть сподпрацей между двумя закладами высшего света. Один украинский и один заклад из Европейского Союза. Единое, что здесь заклад Европейского Союза подает эту заявку и он и он должен быть подписатом специальной хардии. И если он не будет подписатом, то он не мает право подать эту заявку. И когда мы шукаем партнеров для того, чтобы налагодить и реализовать этот проект, то мы на самом начале маем спросить или подписатом, или подать эту заявку. Кроме того, если вы выбрали навчальный заклад, то вы должны знать, что они подают одну проектную занятие. мают право подать одну проектную заявку. если они спорят и мают кого-то уже на данный момент, и работают с ним из какого-то направления, то вряд ли они согласятся с вами и с нами, в другом направлении, потому что подают только для того, чтобы происходить студентами и учебниками, они должны знать иноземную мову, потому что навчание происходит в стране не обовязково англійськой и ревень не ниже 2. Наши студенты и учебники не обязаны получить сертификат международного уровня. достаточно идти интенсивные курсы на базе университета, даже нашего университета, и отримать сертификат фахиста залоземной мови, который скажет, что студент или учебника вкладач он володяя ревням на нижний до 2, и этого достаточно, чтобы понять навчание материал, программу стажирования, которую он Организации, которые участвуют в этом проекте, могут быть как организации-заявников. Мы знаем, что это только ВИЖНОЗАКЛА в Краине ЕС, он для заявников. Организация, которая направляется, и организация, которая принимает учителей. Организации будут одни и самая организация, но они как направят, так и принимают своих студентов и выкладчиков. О заявке, на что мы обратим внимание и что мы запомнимаем? Мы запомнимо актуальность стратегии, насколько эта взаимодействие, это стратегия нашего навчального закона, стратегии развития высшей области в Украине, и каким образом она относится с стратегией нашего ВУЗа-партнера. Кроме того, описывается обовязково качество договоренностей про співробительство. Там детализуется, на основе каких документов, каким образом все это будет происходить, что даже в основе, при подготовке, проведении этого обвинения, по завершению, каким чином будут зарахованы результаты навчания, обеспечивания и так далее. Все это детализуется и описывается уже на этапе подачи заявки. В третьей и четвертой части пояснения описывается и происходит о качестве разработки и реализации проекта. То есть какие организации могут принимать участие в этом проекте, как признается мобильность в стране-партнере, то есть в Украине. И влияние по повышению. Как будет повышена информация про этот проект, за помощью каких джерел и так далее. Какие результаты ожидать и по завершению отрабатывают студенты или выкладчики от реализации своего стажирования, навчания, выкладания, або, наоборот, когда мы будем принимать стороной от того, что у нас будут навчаться иноземные студенты или выкладывать иноземные традиции. И остальный сегодня напрямь. И наибольший. Это напрямь Жан-Монет. Чому наибольший? Потому что наибольший это один из единственных напрямь, когда достаточно одного вуза-заявника, и мы можем, как один самостоятельный вуз в Херсонский Державный Университет, подавать заявку на такой проект. И подавать заявку мы можем в незвычайных вузах. Но проходити мы еще какие-то указания. Значит, мы не будем про все такие проекты, мы можем рассказать, лишь про те, где можно подавать заявку как один вуз и те, которые можно реализовать в наших умовах. Это модуль Жан-Монет. Модуль Жан-Монет – это те разработки и другие курсы, которые присвящены евроинтеграционной тематике. Сума гранту и финансирование. Вы видите, какие это могут быть модули или курсы. Модули – это навчальный модуль, но в нашем понимании это будет курс. Это могут быть загальные, а в студии курсы с вопросами Европейского Союза. Вы видите, что все это просто, что это является евроинтеграционной тематикой. И это основная форма, что финансирует Жан-Монет. Они на это не цели. И они это финансируют. Вимогами есть те, что этот проект, эта навчальна дисциплина, этот модуль, он должен проводиться три года наиболее. Не обовязково англійською мовою, что очень важно. Это очень важно. Не обовязково англійською мовою. Это мае быть навчальный курс минимум 40 академических часов, потому что самыми они будут вам оплатить проекты. И обовязково англійською мовою есть наявность публикаций и взаимоотношений. И эти публикации должны быть минимум 6. Поэтому мы говорим сейчас про программу, а не за неделю до того, как подавать заявку. Заявка не складная в форме. Но те, кто, возможно, уже ослабляет, или знают, на пересечке своих дисциплин можно это показать, это можно уже делать сейчас. Писать статьи, публикации. Если у вас нет этих публикаций, но вы знаете, как вы видите эту возможность, то достаточно можно будет просто залучить эксперта в галузе евроинтеграционной тематики, который поможет оценить тот учебный материал, может сделать экспертизу результатов учебного и действительно сказать, что за результатами учебного 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 получили какие-то компетентности и обладали знаниями на отдельном интерьере. Сейчас я закончу. Закончусь. Хорошо. Проект «Ижан Могнит». Проект «Ижан Могнит». дизняться відмовили в тим, что это дискуссийные встречи, конференции, дебаты, которые исследуют определенные методологии, направления, например, реализации евроинтеграционной тематики в освоту, в освоту дорослих, в освоту школьную освоту, в подготовку вчителей, которые будут реализовывать евроинтеграционную тематику в своей профессиональной деятельности. Это основные направления, которые могут финансироваться. Вы видите, тут есть создание виртуальных классов с определенными предметами, предметами и их образования в разных контекстах. Это могут быть разработки и разработки новостроенных методологий. То есть это дискуссия с европейским святом, с европейскими науковыми. Это могут быть определенными проблемами. Это развития и выкладывания соответствующего контента и разработки нового и адаптации основных дидактических материалов. Есть в школе. Кстати, в школе, как в начальной школе, так и в средней школе, очень мало, и в Украине очень мало проектов, которые сосредоточены именно на том, чтобы разработать дидактическое, научно-методическое обеспечение. И можно обратить на это внимание. Это может быть подготовка студентов разных специальностей, потому что мы ведем речный ВУЗ. Мы готовы студентов из разных специальностей, которые потом будут работать в старшей школе, в средней классе. Правильно? И мы можем придумать такие дебаты, такую конференцию, такие встречи, которые помогут залучить уже иноземных государств, иноземцев, научных, которые имеют поведение и понять, каким образом можно адаптировать этот исследователь или расширить, распространить на территориях нашей Терсонской области и в Украине. У формы заявки, по сравнению с разработкой потенциалов высшого области, форма заявки тоже не очень склонна, но она тоже детализирована. Вы обеспечиваете актуальность этого проекта как для университета, так и для университета, так и для университета, которые будут заявлены, вытянуты модули, например, и заявка однако как для модули, так и для проекта. В соответствии с целью на прямом жанну не актуальность, значительность для цельовых групп проекта и так далее. Организация университета. У нас будет организация заявок, это будет Харсовский государственный муниверситет, но он не будет координатором. Координатором будет тот науковец, представитель кафедры, представитель факультета, который будет координатором этого проекта или этого модуля который будет обеспечен. И он будет координатором этого проекта. Поэтому в резюме он будет писать про себя, про свой опыт работы в высшем навчальном закладе, про свою науковую деятельность, про свою участь в проектах или тренингах. Все те, что поможет экспертам, которые будут оценивать, что эта людина махивец в цей галузи. Можливо, не махивец, но он нашел достойный эксперт из его интеграционной тематики. Он может реализовать ту заявленную пропозицию, которую подали. Дизайн и выполнение. тут описывается те выкладки, твой материал, те темы, которые будут реализованы, або исследования, на основе чего происходят, або заходы. Это могут быть и воркшопы, конференции, и просто навчальными платформами и так далее. Это более детально потом реализируется в выпуске проектов. Клик распространения и использования мы используем какой клик у нас в Университете в Украине международного аспекта. Распространение и использование и использование и использование для наших студентов и нашего аудитории, а для широкого загалу, для других студентов. Как они могут перейти эти опросы, или эти материалы, которые будут проведены по завершению проекта. Как внутренним так и внутренним экспертом и результатов. Это не просто что мы сами скажем, что действительно достигнутые результаты, которые помогут привязать к этому проекту. по заявкам например, навчанию. здесь на эту тему, например, на этот курс. Какие студентов приблизно, и дисциплина, которая будет совместна с этим курсом. Курс навчания или ступень навчания, для каких студентов это будет курс разработанный, и, если это уже проведенный в ВИЗ, или новый, или, возможно, удосновленный. Это тоже, когда вы уже назначаете на заявке, и в каком семестре, в каком уроке будет реализован этот курс. Это не сильно детализовано, но конкретно за каждым направлением. В этих направлениях есть еще много различных проектов. Мы с вами поговорили и выяснили только те, в которых действительно, реально можно брать участь в Херсонском директорном университете, нашим науковцям, и кафедрам, студентам, в этих проектах, которые есть. которые могут быть возможностей, которые могут быть возможностей. в том, в том, во-первых, во-первых, получать обеспечения на додатковое обладнание, на проведение ризноманимных воркшопов, конференций и т.д. Мы с вами в силу того, сделаем навчальный план. А так, есть возможность еще немного интересного додать этот пункт, еще немного интересного. Я, как-то скажу, запрошу до співпраци, потому что так несколько раз это очень сложно, так действительно это сложно, потому что мы вовремя намного малилися цели заповнювали как правильную форму, я не знаю, логиня структуру, но это лучше. Но это возможно, потому что вы видите на то, что это действительно возникновение. Просто надо навагаться, скверховать. Мы просим вас повсюдили эту информацию, вынести ее на квартиру, среди своих малышков, чтобы, действительно, вы выбрали, где можно вам принять участие и начали эту работу. Приходили с идеями, мы начали с ними працювать, наповнивать, подавать, шукать партнеров. Вы логика структурной матрицы сами написали, но мы не встали подготовить все необходимые ППР от партнеров из-за кордона, чтобы вчасно поправить в период. В Живіре Володимировна с коллегами подключились на финальном этапе, когда уже немножко забыли. в месяц в месяц в месяц в месяц и в месяц side подыш Minsк мы редким в месяц 動 Продолжение следует... Продолжение следует...